Сегодня мы в Москве. Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. И очевидно, что у такого интервью есть свои риски, так что мы немало месяцев его планировали. У американцев есть право знать все о войне, в которую они ввязались. А у нас есть право им об этом рассказать, так как мы тоже американцы. Свобода слова — наше прирожденное право. Мы рождены с правом говорить то, во что мы верим. И это право не может быть отобрано, независимо от того, кто в Белом доме. Но вам не надо бояться этой информации. Мы не говорим вам соглашаться с тем, что Путин, возможно, скажет в этом интервью. Но мы призываем вас посмотреть его, а затем, как не раб, а свободный гражданин, вы сможете сделать свои выводы. Как жизнь, ребята? С вами Бенни. Только что вершилась история. Самый влиятельный журналист в истории мира, Такер Карлсон, опубликовал свое двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Рекомендуем посмотреть его целиком у него на Экс или на его веб-сайте такеркарлсон.ком. Оно опубликовано в обоих местах. И, дамы и господа, посмотрев его, вы обнаружите захватывающие ответы на ряд очень интересных, невероятно захватывающих вопросов. С холодной крыши на российском здании с видом на заснеженный Кремль, Такер Карлсон со снегом в волосах, приглашает Владимира Путина на двухчасовое интервью, в котором он спросил о заключенном американском журналисте, начале войны на Украине, истории самой России и Украины в этом регионе. Но самое главное, мы узнали о некоторых пересечениях американских политических решений с российским государством. Дамы и господа, вопрос, который определенно пробудил в нас наибольший интерес, действительно ли ЦРУ или американская разведка, западные силы взорвали северный поток. Как вы знаете, это российский трубопровод, поставляющий российский газ в Европу. Его взорвали, и многие подозревают, и у ряда журналистов есть тому доказательство, что наше ЦРУ было причастно. Это, конечно, было бы огромным экологическим и экономическим преступлением, крупнейшим в истории. Что Владимир Путин думает об этом? Что ж, теперь у нас есть ответ. Кто взорвал северный поток? Кто взорвал северный поток? Вы? Я в тот день был занят. НАТО, у вас есть... Я не взрывал северный поток. Спасибо, конечно же. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. Но у CIA такого алиби нет. У вас есть данные, что это сделали НАТО или ЦРУ? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали. Но всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много. Но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован, и кто может. Но вот что сбивает с толку, ведь это крупнейший в мире акт промышленного терроризма и крупнейший выброс углерода. Так что, если у вас есть доказательства, учитывая, какие у вас спецслужбы, то они могли бы у вас быть. И если НАТО, США, ЦРУ, Запад сделал это, то почему бы вам их не предоставить и выиграть пропагандистскую войну? В войне пропаганды очень сложно победить и Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ. И очень многие европейские, конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? Я был немного ошеломлен началом сегмента, когда он сказал «Вы, вы его взорвали». У этого парня, оказывается, есть чувство юмора. Нет ничего смешного, однако, в том, что происходит на Украине. Очевидно, что это плохо для всех. Никто не хочет, чтобы на Украине это происходило. Никто не хочет войны. Я не хочу войны. Мог ли Билл Клинтон предотвратить ее? Мог ли Билл Клинтон остановить такое развитие событий, пригласив Россию в НАТО? Владимир Путин говорит Такеру Карлсону, что он спрашивал президента Клинтона о вступлении в НАТО. Но Клинтон ответил отказом. Смотрите. На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном, вот здесь вот, в последнем помещении, я ему сказал, задал вопрос. Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал, ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит, ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой, не-не, это сейчас, это невозможно. Можете спросить у него? Я думаю, он наше интервью услышит, подтвердит. Я бы никогда не стал подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно. А вы правда этого хотели? Вы бы присоединились к НАТО? Послушайте, я задал вопрос. Возможно это или нет? Да. И получил ответ нет. Если я был неискренним, в своем желании выяснить позицию руководства... Но если бы он ответил да, то вы бы вступили в НАТО? Если бы он сказал да, начался бы процесс сближения. И в конечном итоге это могло бы состояться. Если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Дамы и господа, последний увлекательный вопрос, который мы здесь рассмотрим. Вопрос о былоне Маске. ИИ, и будущее человечества. Такер Карлсон спросил, на что Владимир Путин ответил, Маска остановить невозможно. Он будет делать то, что считает нужным. О, боже. Владимир Путин боится Илона Маска? Глядите. Итак, когда же, по-вашему, начнется империя ИИ? У меня все в более и более сложные вопросы погружается. Для того, чтобы ответить, надо быть, конечно, специалистом в сфере больших чисел, в сфере вот этого искусственного интеллекта. У человечества много угроз. Исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать. Специальному человеку. Человека-война, человека-ученого, человека-спортсмена. Вот сейчас вот говорят в США, Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. А что вы думаете по этому поводу? Ну, Маска... Я думаю, что Маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договаривать. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек. То есть, я уверен, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться. О том, что этот процесс нужно канализировать, подчинять каким-то правилам. Человечество, конечно, думать должно о том, по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий. В генетике, либо в искусственном интеллекте. Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому вот тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все начали, обладатели ядерного оружия, начали между собой договариваться. Потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному тотальному уничтожению. Вот когда наступит понимание того, что беспредельное, бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо еще каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, все равно эти исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох от человечества, и невозможно прекратить исследования в ту или другую область. Эти исследования все равно будут. Но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечество в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать. Дамы и господа, мы не можем преувеличить, насколько рекомендуем вам оформить подписку на сеть Такера Карлсона, чтобы, подписавшись, поддержать такую журналистику. Очевидно, это обходится недешево, и Такер Карлсон не брал денег ни у каких правительств или организаций на эту поездку. Они все сделали сами. Такер Карлсон опубликовал полную стенограмму интервью. И здесь есть тайм-коды всех тем. В полной версии вы можете узнать о заключенном американском журналисте. Насколько силен Зеленский. Восстановление коммуникации США. Что спровоцировало конфликт на Украине и полную историю России и Украины, начиная с восьмого века, из уст Владимира Путина. Интереснейшие темы. Дамы и господа, поддержите независимых журналистов, поддержите Такера Карлсона, и посмотрите интервью целиком. Вы достойны правды. Вы достаточно мудры, чтобы самим решать. Леди и джентльмены, когда вам лгут, это та истина, которой мы дорожим, которая во главе всего в нашей компании, ее основа. И мы говорим, Боже, храни Такера Карлсона, благослови Такера Карлсона. Истина сделает вас свободными. И мы достойны правды. С вами был Бенни. Ставьте лайк и подписывайтесь. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok